Почетный караул из воинов-афганцев, тоже уроженцев Челдаева, дал тройной залп в память о тех, кто в годы Великой Отечественной был призван на защиту нашей Родины. В 75-ю годовщину победы тут ровно 75 фамилий. Под каждым именем своя судьба и своя трагедия. Кто-то вернулся с фронта и сейчас похоронен на этом погосте, а кто-то навечно остался лежать на чужбине. После торжественного открытия люди стали искать своих близких в списках. Родственные связи в мордовских селениях очень крепкие, поэтому без слез и споров не обошлось. Этот список неполный, говорит инициатор и главный меценат установки памятника местный фермер Федор Леонтьев. Возможно, что через какое-то время тут появится еще одна гранитная плита. Работа с архивами и официальными источниками информации проведена доскональная, но у истории слишком много белых пятен. И их нужно ликвидировать во имя памяти наших великих предков. Эти данные собирал я точно месяц. Полгода как начался, месяц как раз пришли мне данные все с архивов. Вот я все собирал. Жена сидела где-то месяц, записывала всех, кто, чего, как. Они в законах воевали, сражали Родину, наши Челдаевы сражали, что мы жили, радовались здесь. Вот так собирались предки, все как положено были, чтобы дети, внуки, как говорится, ну все, что были. Обязательный заупокойный молебен перед памятником землякам. Несколько лет назад Аграрий Леонтьев поставил на кладбище часовню. Теперь в ней будут постоянно молиться об упокоении душ ветеранов-челдаевцев. Мы сделаем просто список поименно еще, да, чтобы вот так же на панихиде поминать. Чтобы вот у нас в часовне этот листочек лежал, любой желающий может в любое время, когда он будет посещать кладбище, чтобы он зашел и помолился о всех своих односельчанах. Помолившись, люди отправились в центр деревни. Там состоялся праздничный концерт. Индинские артисты исполнили песни времен Великой Отечественной. Дмитрий Гурин, ведя студию Барышевской епархии, специально для Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова